Кресты Знаю, довольно удобно обвинять во всем жизни обстоятельства. Нельзя не признать, одним жизнь благоволит, а другим, как клоун в цирке, подставляет краешек платка из своего рукава. Меня можно отнести ко второй категории. Год тому назад я начал тянуть этот клоунский платочек и тянуть по сей день. Конечно, я бы хотел винить жизнь во всем и дальше, но именно я год назад потянул свой клоунский платочек. Год назад, 8 марта, вечером я брел через дворы, обступая лужи и жирные наплывы грязи на дороге. Я старался не запачкать до блеска начищенные туфли, так как на вечер были запланированы посиделки с девушками в кафе. За день до этого мне позвонил мой друг Макс со словами «Братан, нарули подругу на завтра». Макс был моим другом с детства. Мы были одного возраста, но наши пути разошлись после школы. Я пошел в институт и грязел о том, как буду зарабатывать большие деньги кодингом. Но Макс как-то плавно вошел в жизнь большого криминала. С детства он занимался боксом, много раз брал область, пару раз выигрывал Украину и к 18 годам влился в федерацию бокса нашего города. Был он под 2 метра ростом, со здоровыми кирпичами вместо кулаков, простыми словами – машина. Поэтому мне даже не особо не приходилось рекламировать его знакомым девушкам перед тем, как позвать их с нами гулять. Просто кидал им его страницу в инсте, и они уже были готовы идти. В свои 22 года Макс уже успел обзавести своим жильем и машиной. Я никогда не спрашивал его, как он зарабатывает деньги, потому что понимал, что честного ответа, скорее всего, не получу. И хоть мы и были друзьями детства, но определенные вещи лучше оставлять за скобками. Его новое жилье было примерно в 10 минутах от моего дома. Но мартовская погода превращала их в 20 долгих сапевских минут. Где каждый блестящий отблеск на асфальте неожиданно мог трансформироваться в бездонную лужу, что щедро наполняет туфли. Словно альтруист на раздаче супа бездомным. Район, где поселился Макс, был смесью вымирающих 90-х и их же воскрешения. Будто выжили сильнейшие, и теперь Скверный будет расползаться дальше, за пределы малосемеек и панельных девятин. Уж не знаю, был ли тайный умысел в выборе именно этого района, или же решающую роль сыграло дешевое жилье, но теперь Макс жил здесь. По плану я должен был зайти за ним, и уже от него мы бы поехали за подругами. К подобным вылазкам он готовился словно викинг. Намывался, брился, долго подбирал одежду. С горем пополам, по грязи и лужам я добрался до Макса дома, зашел в подъезд и замер. В нос ударил сильный запах газа. Когда-то давно я слышал, что газ настолько ускоряет метаболизм, что порой шахтеры в шахте, попадая в место скопления газа, начинают буквально потеть. Так и я начал усиленно потеть, зайдя к нему в подъезд, хотя связывал это больше со спешкой. Дойдя до квартиры Макса, я еще сильнее ощутил запах газа. Казалось, зубы во рту стали покрываться холодной оболочкой. К моему удивлению, Макс только проснулся. Через 10 минут мы уже будем опаздывать, а он лишь сонно ходил из комнаты в комнату. Затем он стал мне рассказывать про странности, что творились целую ночь в их доме. Про то, как всю ночь из квартиры на его пролете доносились крики, а с обратной стороны кто-то выбивал дверь. Затем ближе к ночи появился этот запах. Хоть спустя пару часов аварийка и перекрыла газ во всем доме, казалось, он становился только сильнее, что отметил и я, дойдя до его квартиры. И словно назло, только приходящему в себя Максу, из подъезда вновь послышались глухие удары. Звук был настолько сильным, что зеркала и шкафы с разъезжающимися дверями в коридоре принялись звонко вибрировать. Макс в домашних тапках вышел напролет и принялся ладонью сильно бить соседскую дверь, звеня перстнем на одном из пальцев на весь подъезд. Соседская дверь была китайской дешевкой из тонкого железа. Та, внутри которой пористый картон. Вслух Макс все задавался вопросом, стоит ли ее выбивать и забить кабину тому, кто шумел всю ночь, или же дать ему шанс. Мы еще немного постояли в подъезде, прислушиваясь к тишине внутри соседской квартиры. А затем, Макс махнув рукой, решил, что пора собираться и ехать. Зайдя обратно в его квартиру, я решил сходить в туалет. Макс уже окончательно оделся и начищал туфли. Стоило мне только начать справлять нужду, как уже в Макса квартиру стали звучать мощные гулки и удары. Они были настолько сильными, что вода в унитазе расходилась кольцами от центра. «Сука!» Прокричал Макс и вылетел в подъезд. Про себя я думал, что кто бы там ни был, ему сейчас хорошенько разобьет лицо. Повисла тишина. Я застегнул ширинку, смыл, после чего раздался дикий вопль, полный запредельного ужаса. Кричал Макс. Следом за этим погас свет. Вот тут я испытал настоящий ужас, не понимая, что может заставить такого человека, как Макс, так орать. Человека, которого, будь у меня проблемы, где-то в ночном клубе, мне хватало назвать только его имя, и люди в страхе извинялись. Его уважали и боялись многие в нашем городе. Теперь, слыша его крик, такой полный ужаса и отчаяния, вопль, я действительно испугался. Собравшись, я включил свет на телефоне и выбежал в подъезд. Крик доносился из той квартиры, только уже приоткрытой. Я стал медленно идти, чувствуя, словно ступаю по пляжу, усыпанному ракушками. Что-то мелкое податливо хрустело под подошвой. Мой взгляд напряженно смотрел вперед. Фонарь выхватывал миллиарды отблесков. Маленьких, блестящих, золотистых и металлических огоньков, летающих вокруг. Лицо что-то неприятно царапало, словно ветки. Постоянно цепляясь за непонятные лианы и ветки, я брел вперед. В те мгновения, от ужаса я еще был слегка не в себе. Ступая через коридор, я напряженно представлял, с чем столкнусь в той комнате, и с которой орал Макс. Зайдя в зал, я увидел стоящего у Макса, закрывшего лицо ладонями. «Я ничего не вижу!» Стал раз за разом в панике проговаривать Макс. На мгновение у меня отлегло от сердца. Макс был цел, стоял на своих ногах, а затем со мной случилось прозрение. И я увидел, что было вокруг. Увидел источник тех миллиардов отблесков. Кресты. Несчитанное количество крестов, наклеенных на стенах, отчего комната походила на сталактитовую пещеру. Маленькие, средние, нательные и откровенно огромные, словно чешуя, были один поверх одного. Я стал водить телефоном вокруг, видя, что эти кресты также висят на веревках, подобно гирляндам вокруг. Ими были обклеены шкафы и кровать, окно и даже потолок. Каждый миллиметр квартиры покрывали кресты. Все еще приходя в себя, я светил телефоном вокруг. Тень стоящего рядом Макса двигалась по комнате вместе с вбитыми в пол кладбищенскими деревянными крестами. Затем, словно одобренные мной, на полке стали разворачиваться такие же кладбищенские кресты. Страх заставлял меня прижимать телефон к себе. Скованно и неуверенно, я продолжал смотреть вокруг. И вот, когда казалось, хуже уже ничего быть не может, я увидел огромную открытую клетку, которую изначально принял за шкаф. Клетку из крестов. Мне абсолютно не хотелось подходить к ней ближе, чем я стоял. Я лишь немного присмотрелся туда. Чуть дольше, чем на все остальное. Этого хватило, чтобы схватить Макса под локоть и, еле перебирая ватными ногами, направился в сторону выхода. То, что я увидел, теперь никогда не выйдет из моей памяти. Это не что-то запредельное или немыслимое. Наоборот, это очень даже знакомое каждому. Символы, созданные механизмом самосохранения, щедро подаренным эволюцией. Глубокие царапины на полу, огромные и неестественные. Даже имея поверхностные познания в дикой природе, мне было достаточно, чтобы понять, их оставил не зверь. И уж тем более не человек. Испытанное мной чувство бывает, наверное, единожды. И, скорее всего, о нем ничего не известно по той причине, что испытавшие его не выживают. Будто эти царапины оставило что-то страшнее смерти. Я тащил под руку Макса повторяющего «Я ничего не вижу!», светя телефоном вперед. Только теперь я увидел, что те хрустящие ракушки под ногами на самом деле были маленькими крестиками, которые превращали пол в подобие пляжа. Я почему-то вспомнил, как мы в детстве ездили отдыхать на оскол, как местная вода пахла сероводородом и вновь условно прозрел. Тот запах, который я изначально принимал за газ, теперь словно в каких-то зловещих шарадах был отгадан. Это был запах серы. Все вокруг вонело серой. В панике, таща по лестнице Макса на улицу, я судорожно думал, что делать. Но любые мои вопросы он лишь повторял. «Я ничего не вижу!» Выйдя на улицу, я наконец вдохнул свежий воздух, но запах серы будто въелся в одежду. Водительских прав у меня не было, поэтому, дойдя до машины Макса, я подумал, что сейчас он придет в себя, и мы поедем в больницу. Вокруг все было как под водой. Ни единого звука вокруг. Полная, утробная тишина и темень. В темноте его девятина зловеще возвышалась, но висала и, казалось, ехидничала. Она выглядела так, словно полоумное зло слепило ее на гадкий утренник для взрослого инфернального измерения. Вновь разгадав очередную зловещую шараду, я замер. Дом, будто услышав мои мысли, приоткрыл один глаз. Во всех домах вокруг была темнота. Они подобно могильным плитам возвышались вокруг, и лишь в Макса доме в одном окне горел свет. Не хочу говорить, что я перекрестился, но невольно сделал это. Свет горел в той соседней от Макса квартире, что безошибочно угадывалось соседствие от сияющего в темноте новенького белого пластикового балкона Макса. Затем, словно дождавшись моего внимания, квадрат света в окне увеличился на несколько метров во все стороны. Раздался гулкий взрыв, которому сигнализации стали аккомпанировать стоящие вокруг машины. После этого мир будто сняли с паузы. Все вокруг пришло в движение, вернулось к былому ритму. Кажется, я даже слышал металлический звон падающих с неба крестиков. Небесный джекпот. Макс все повторял себе под нос. Я ничего не вижу. Уже без эмоций, скорее ворча, а я судорожно думал, что же могло оставить эти царапины. Я продолжал спрашивать себя об этом, и после того, как Макса увезла скорая, пока вокруг сновали пожарные и газовщики. Взрыв газа. Меня даже вроде допрашивали в тот день, но все было как-то быстро. Чумной, как после длительного запоя, я приходил в себя, пока вокруг оседал пепел минувших событий. Мама Макса звонила мне, пыталась узнать, что случилось. Она забрала его домой. Он так и не начал видеть. Через пару дней я зашел навестить его. Казалось, с детства в квартире его мама ничего не изменилась. Даже его боксерские медали и кубки стояли на тех же местах. В квартире стоял запах больницы и какого-то народного горя. Безошибочный запах. Увидев Макса, я сразу понял, он скоро умрет. Дело бы даже не в его внешнем виде, а в том, как для подобного хватает одного взгляда, чтобы сразу это определить. Весь наш разговор он словно собирал в невременной пазл из кусочков своей жизни. В один момент он спрашивал, дам ли я ему послушать кассету Нирваны. Сразу сокрушался, что завтра ему нужно ехать на СТО менять резину. А затем просил пойти спросить у его дядьки на кухне, можно ли включить музыку погромче. Хотя его дядька умер еще в конце 90-х. Я аккуратно спрашивал, что он видел в ту ночь. А он прыгал в разговоре от детства к нашим дням за миг. Будто времени вообще нет, и все происходит без перерыва прямо сейчас. Его мать ходила на кухне, звенела посудой, иногда заглядывала в Макса комнату. В те моменты, когда она точно была на кухне, я склонялся над заговаривающимся Максом и шепотом спрашивал про запах серы, про то, отчего он так кричал тогда. Макс вообще меня не слышал, он говорил сквозь меня. Было видно, что он уже не здесь, одной ногой на том свете. От его физической формы не осталось ничего, его тело было маленьким и высохшим. Лежа на кровати, он даже особо не двигался, словно боясь рассыпаться. Перед его кроватью на стуле стояла пустая суповая тарелка, пока Макс продолжал говорить, я все смотрел на эту тарелку. В ней виделись три маленьких квадратика картошки. Они подобны игральным костям, что выбросила судьба Максу. Цулили ему, как стороннику, вороватого фарта, очень плохой расклад. Прямо говоря, что Макс не жилец. Ровно через неделю в Вайбере мне пришло сообщение от мамы Макса. Макс умер. Без эмоций и каких-либо намеков на горе. Быть может, она давно, еще когда он только выбрал путь криминала, поняла, что закончит он плохо, и смогла подготовиться к подобному морально. Может, ей все стало понятно за минувшую неделю, как мне, когда я навестил его. На похоронах она также была предельно спокойна, будто это и не ее родной сын вовсе. И смотрела на тело в гробу, как мне казалось, она также. Макс был моим другом детства. Без преувеличения лучший друг. У нас был довольно жесткий юмор, и я бы не удивился, если бы все это был его жесткий троллинг. Поэтому я не чувствовал, что он умер. Первый месяц я жил с подобным чувством. Будто он скоро приедет и будет смеясь показывать пальцем на мое удивленное лицо. Но Макс действительно умер, по-настоящему. Осознавая это, я все больше не понимал жизнь. Затем, спустя пару недель, я стал просыпаться каждую ночь с чувством первобытного запредельного ужаса. Это бывало иногда сразу, порой глубокой ночью, но отныне каждый день. Что бы я ни делал, напиваясь, не ночуя дома, всегда одно и то же. Каждый раз подобные пробуждения становились все более жуткими. Я видел какие-то ускользающие тени, слышал ходьбу за дверью, чувствовал, как в комнате электризуется воздух. Меня сковывал страх, и я замирал, боясь лишний раз двинуться с места. Забившись в угол и включив свет в комнате, я обычно дожидался утра, и только потом выходил из комнаты. Жил я в унаследованной двушке. В моем небольшом городе жилье не было роскошью, поэтому с 18-летия жил я один. Попытки спать днем также не спасли. Неволей спустя пару часов я пробуждался и также погружался в состояние несмыслимого первобытного ужаса. Если я спал днем, ночь становилась бесконечной и отпускала меня только под утро. В одну такую вечную ночь я нарисовал свой первый крест. Вроде был час ночи, я взял маркер, вывел его на стене, и мне стало легче. Тогда я нарисовал следующий, а когда опомнился, было уже утро. Всю стену покрывали кресты. Последующую неделю мой сон ничто не тревожило. Но очередная ночь ужаса не заставила себя ждать. За окном бушевали майские грозы, Оливий неестественно, как на съемках кино с паузами, врезался в стекло. Вновь проснувшись от чувства ужаса, я быстро включил свет и вскочил от ужаса. Все кресты на стенах потекли. Они были подобно заплаканным девочкам с потекшим макияжем. Я принялся быстро рисовать кресты на пустотах, на мебели, батареях и полу. Они текли буквально на моих глазах, стекали полностью, не оставляя даже отдаленного напоминания о прямых линиях. Стены были грязными и незащищенными, до меня снова начали доноситься звуки за дверью. Тогда, взяв в руки нож, я стал резать кресты на обоях. Опомнился я, как и тогда под утро. На ладонях пузырились множественные мозоли от ножа. Какие-то успели уже полопаться, сочились с укровицей и звенели болью. И вновь я отсрочил свои жуткие пробуждения еще на неделю. Теперь за дверью уже откровенно что-то скреблось, прямо под порогом. Слушая эти звуки, я без прерыва усиленно работал ножом. Стоило мне хоть на секунду замешкаться, дверь начинала вибрировать. Больше всего в жизни я не хотел знать, что там. После этого я пошел в церковь и на несколько тысяч гривен купил крестов. Сутулый поп как-то развратно посмотрел на меня, мол, у вас там намечается добротная вечеринка. Я что-то на ходу придумал про благотворительность, извиня пакетом бросился домой. Поклеив крестики на стены, я испытал облегчение. Тогда меня не навещали пару недель, а затем вновь адская ночь. После этого я понял, что останавливаться нельзя. Каждый день я ходил по церквям и покупал кресты. Большие, маленькие, крестики. Все, что имело форму креста. У меня был довольно хороший заработок. Удаленка помогала мне выстраивать график самому. Почти трансформировавшись с сеньора, я описал код на С++, который отныне называл про себя С-Крест-Крест. Иной раз я забывал, и тогда моего труда было недостаточно. Борясь с самим собой, я выхватил широкий серебряный крестик, вырезал на своей ноге крест. Нога начала пульсировать болью, а в мою душу пришел покой. Через неделю все мое тело покрывали вырезанные кресты. Моя жизнь почти наладилась, главное, я соблюдал правила, и в голове имел подобие Конана, вспоминая эту квартиру. Регулярно покупая кресты, я укреплял свою квартиру. Если я видел мельтешение в каком-то месте, то я тут же крепил туда очередной крест. А потом я решился на немыслимое. Навещая очередной раз Макса на кладбище, я увидел одиноко стоящий деревянный крест. Времянка. Он был в окружении хаотично валяющихся, словно бухарь и венков. Вокруг никого не было. Кладбище вроде как намекнуло мне. Сейчас я на секунду отвернусь. Я схватил этот крест и стал идти, стараясь никуда не смотреть. Никогда не забуду свои ощущения в тот миг. Словно я нес подобие всеми брошенного песика. Я прижимал его к телу, обнимал. Дома я отмыл его от неестественно-желтой земли, и прибил в зале. Он, дальний родственник новогодней елки, пестрил своей формой и намекал на грядущее празднество. Тогда я и стал регулярно тащить домой кресты с кладбища. После десятка крестов мне уже было достаточно одного взгляда на могилу, чтобы понять, десять или более минут нужно потратить на тот или иной крест. Если могила была покатая, а день непогожий, лучше идти дальше. Такая обычно сопротивляется, начинает снимать с ног обувь, земля не отпускает. Когда могила, как тот пьяный горбун, тот, тут пару раз ногой достаточно по кресту ударить. И он, как молочный зуб, уже поддатливо идет вверх. Принесенными крестами, как подсолнухами, был усеян весь коридор, я мог с трудом пройти в нем. А это давало чувство безопасности. По памяти я стал повторять клетку из крестов, стягивая их между собой пластиковыми хомутами. Конструкция хоть и была хлипкая на вид, но мой вес выдерживала спокойно, когда я прыгал сверху. Я допускал, что я делаю что-то нехорошее, воруя кресты. Ладно я, но больше всего меня разочаровали люди. Видя меня средь бела дня, идущим по городу с кладбищенским крестом, с которого еще не успела опасть вся земля, они просто смотрели в другую сторону. Никто не вызывал полицию, не останавливал меня. Люди своим видом буквально мне говорили, твой это крест или нет, неси его сам. Даже косого взгляда за все время не было в мою сторону. Бабке стоило подойти мне на трамвайную остановку, как курочки начинали пастись вокруг. Для полноты безразличия им только не хватало ненавязчивой мелодии на свистываемый поднос. В трамвае, и того хуже, грузное мужичье, работяги, едущие с тяжелой работы, старались не супиться. Они, наверное, боялись, что я могу вручить кому-то стоящий у ног крест. Однажды я влетел на полицейский патруль, повернув во дворы после очередной вылазки на кладбище. Менты оформляли протокол на двух томных девушек. Проход был узким, не обойти. Идти можно было только через них. Взглядом я даже встретился с одной из девушек. Мне казалось сейчас, что она что-то скажет, осудительное и осмысленное. Ее приспущенные веки почти начали идти вверх, а затем она сдалась. Как безликий, одинаковый скот начала жевать ртом воздух, смотря в пустоту. Полицейские, и того хуже. Боком смотря на меня, они начали отворачиваться и закрываться воротниками. Словно начал моросить неприятный мелкий дождь. Один даже начал едва пританцовывать, как от холода на месте. Пройдя через них, я действительно все понял. Я еще был нормальным, это им нужна помощь. Возможно, я вообще был последний вменяемый человек во всем мире. О другом не могло идти и речи. Всего за год моя квартира трансформировалась в настоящий форпост. Казалось, я предусмотрел все, как неожиданно для себя обнаружил, что звук стал исходить из моего тела. Звук, как эхо из пещеры, выходил с моего горла. Будто там кто-то издает рык и скребется когтями о камнях. Я подолгу с открытым ртом всматривался в редкие остановки отражения покрытого крестами зеркала. Это утробное эхо усиливалось, предусмотрев все, я не учел главного. Они могут прийти из моего нутра. Тогда я стал съедать крестики. Сначала маленькие, затем побольше. Они тяжело глотались, царапая мое горло. Я понимал, что не совершу той оплошности, что некогда допустил сосед Макса. Наверняка он расслабился и где-то дал слабину. Мое тело покрывали сочащиеся раны. На бедрах проступал неестественный гной. Раны не успевали заживать, и вода не помогала. Грея до багрового цвета на кухонной плите крестики, я прижигал те места, скверно отступала. Кресты на стенах вторили моему довольному хохоту. Был звон вечерний, был утренний, и был утробный. Тело понемногу давало слабину, кресты не выходили. Проступали в некоторых местах под кожей и в районе живота, как лики забавных святых. Температура не опускалась ниже сорока. У меня есть чем ответить. Я давно планировал это. Это было поистине орудием судного дня. Его я поставил возле клетки. На большом кресте я распял крест. Следом еще один поменьше, а от него еще один. Матрешка? Крестешка? Один над другом, до малюсенького крестика. Не более ноготка, что обычно надевают деткам на крестины. Конструкция была внушительная. Образная гаубица, направленная на клетку. Внутри я ликовал. Клетка из крестов стояла закрытой. В квартире стал появляться запах серы. Когда я был в другой комнате, внутри клетки появлялись царапины. Что-то скребло пол. За дверью ощущалось присутствие. Когда я чувствовал, что они хотят скрыть мою квартиру, то бежал и со всей силой бил с ноги в дверь. Это ненадолго отпугивало их. Запах серы становился все сильнее. Теперь я без перерыва слышу, как оно скребется, где бы я ни был. Оно хочет подкопать клетку, хочет выйти на свободу, а они пришли выпустить его. Приходится бить в дверь еще сильнее. От запаха серы мутнеет рассудок. Я решил погуглить что-то про кресты. Кроме всякого информационного мусора был один эпизод, показавшийся мне интересным. Когда орудовал маньяка Наприенко, его сакральной маньяческой целью было прочертить крест убийствами на карте нашей страны. И вроде у него даже получилось. Может, мне нужно где-то добыть еще крестов. Сосед Макса наверняка подумал, что сделал достаточно. Я не он. Нужно постоянно искать кресты, чтобы не повторить его ошибку. Я точно выживу. Тут все просто. Главное не останавливаться. Чувствую, что мой крест уже готов. Такой приятный, липовый, покрытый знакомо пахнущей морилкой, что раскрывает свой аромат на палящем солнце. Может, он где-то палится сейчас в тени других крестов на безликом складе. Быть может, хочет точкой заверить мою историю, возвысить надо мной. Бросить где-то тень на землю, в тишине, на кладбище. Я найду его. Обязательно. И сам поставлю. Даже знаю где. У изголовья кровати. Тогда я лягу. Наконец отдохну. Честно говоря, очень жалко этого парнишку. Да, в принципе, наверное, и Макса этого жалко. Хоть он и был бандюганом, думаю, немало народу он перегасил. Но все же, что это за существо? Вот знаете, пугает неизвестность. Вот ты придумываешь, придумываешь. И вот автор дает тебе какие-то частицы. Прям очень круто. Надеюсь, вам история так же понравилась, как и мне. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх и услышимся с вами в следующей интересной истории.